нам тут привезли продукты и не уже лежал здесь целый час ничего не забирала потому что пока сеньку уложила пока перекусила он сейчас уже проснется быстренько вам покажу филе куриное куриные ножки там еще один уголь и макароны как всегда у нас здесь фрукты здесь картошка заказала еще овсяночку еще макарошки кетчуп сливки завтра будем делать запеканочку здесь у нас лежит фарш блин я так не хочу шуметь не хочется овсюшку будить ну ладно все равно уже скоро начнется здесь еще у нас мандарины творожки заказать этим сметану сливочное масло сыр и тут майонез и палочки детям уже одну упаковку открыли все это разбирать приводить в порядок дом кстати у нас этим заказом знаете что было курьер как бы принес его нам но не принес мне пришло уведомление что курьер уже доставил заказ он уже у вас все дела и я такая ладно подожду минуту 5 никого нет и в итоге такая история было ладно я вам покажу потом когда арсюшка проснется то сейчас не буду шуметь рассказывать пойду спокойненько по убираю все ребятки у нас уже следующий день я вчера вам так и не рассказала историю давайте расскажу я заказал продукт и нам привезли курьер позвонил в дверь все в домофон мне пришло помещение то что ваш заказ у вас типа оцените и я стою ну так ладно подожду может быть еще заранее нажал там куда они сейчас поднимется минуту прошло две три четыре дней никто не приходит а я слышу что лифт открылся и как бы тишина написала сразу же поддержку через две минуты после того как не пришел заказ и город сейчас разберешь все и минут через десять снова звонит курьеру в домофон и прибежал он дал вам продукты в итоге он поставил не возле квартире а возле кладовой а у нас они также обозначаются цифрами хотя там написано кладовая номер и такой-то такой-то видео перепутал ему никто не открыл естественно блин кто открыл кладовке и он решил просто видимо оставить заказ и ушел ну как бы ладно ладно что заказ нашел все все там извинились но не надо было укладывать сенью я сенья орел все могут быть мамы где наши пакеты и курьера нет но все потом время дальше показывала а сегодня я проснулась с болью в горле и до сих пор что не хожу не знаю чем хватило сейчас я с сеней поспала сеней спал два с половиной часа и вот я с ним поспала если это можно так назвать семен сначала сидел в мультике смотрел спокойно двадцать я хорошо крепко уснула а потом он начал ко мне бегать мама я хочу есть мама я хочу играть мама когда ты встанешь и я раз десять наверно вставала но возвращаясь каждый раз кровать потому что мне очень хотелось поспать так как я из-за горло себя чувствую такой разбитый немножечко вроде нормально сейчас мы все это проснулись сегодня все и наверное будет один сон и вяжем все вместе все часов хочется отдохнуть но не могу сейчас вот я встала надо готовить дом сегодня нифига не собираюсь так или все не хочу заниматься когда болею пусть будет бардак вокруг сейчас вот такой посудомой разберем необходимость то у нас он едете стоит нужно ее помыть и вот воду наверно побольше пить буду выпила эту шипучку антигриппин ну это просто там парацетамол но после него хотя бы немножечко облегчение такое есть потому что дети и болезнь когда ты болеешь это вообще вещи несовместимые влог опять ребятки не смонтировала надеюсь у меня простите все у меня что-то как-то ограниченное осталось на занятии сегодня клубопеду естественно не пойдем растем и заболел четверг наверно тоже не пойдем еще дома отсидимся потому что он кашляет прям очень так смачненько давно не болел так чтобы кашлятся так сопли у него недавно были еще а тут прям каши каши осторожней разюшу тут открывает во всю эти ящички он еще такой молодец у нас уже раз с сережей они тут видимо тренировались ходить он уже сам держится за диван вроде отпускается и топ-топ-топ-топ-топ по топу может половину пути от дивана до кухни пройти половинку пока только осиливать но вообще большой молодец старается уже не боится уже так уверенно отпускается хорошо скоро будем бегать я не представляю что это будет потому что сегодня что все мы утром бесились все мы от него бегать и не сидит за ним пытается угнаться это писк просто бесконечный когда выключаем мы выключаем телефоны все у нас дома невозможно находиться без без беру куш поэтому иногда ребятки в наушниках на сегодня мне прям щит и не хочет тишины проснулась кстати поспала и опять чувствую першение перед сном вроде было нормально уже не так сильно пришло а вот сейчас проснулась и что-то как-то не очень я тут делаю сегодня запеканку видно картошка фарш жареный сейчас еще картошку сверху сливками зальем сверху потом этот сыр у нас сегодня уже среда если чувствую сегодня от к вечеру получше утром еще было не очень но к вечеру лучше мне тут арсюша открыл все шкафчики я раскладываю просто белье которое уже высоко и ты тоже ему помогаешь у нас кругом просто бардак на полу здесь жесть но уже не жесть ладно я тут немножечко убрала все 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 они активно вот эти вот ящики два открывает и тут вторсырье тут всякие вот эти вот вещи типа сковородки крышки и это все у нас постоянно на полу я уже сначала убирала 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 все эти два дня пыталась потом просто забила потому что это бесполезно теперь мы пол расчищаем только перед тем как пылесос запустить и перед тем как сенью спать положить потому что иначе вот ищем подключаться тоже все разбрасывать поднимай давай сильно причем нас очень очень прекрасные будни но сыночка смотри упала иди-ка подними получше я доброе утро сколько раз в этом логия соль поздоровалась не знаю но сегодня будет точно последний день нужно будет монтировать влог мы с детьми тут прячемся комнату потому что у нас пылесос пошел за арсюша давай двигайся арсюша вот пылесос там пылесос сейчас во всех комнатах пропустим сосил остался зал а мы сегодня с детьми уже с утра убрали игрушки потом из кладовки новые достали ну в общем поменяли местами можно сказать дети играют новыми игрушками которые забыли месяца полтора доставали ничего новенького сейчас не тут играют разбираются в общем радуются обновочкам все если ты не хочешь ему это давай дай ему можно спасибо всегда делится даем какую-нибудь другую но большую ему надо он не он не хочет мало ну не знаю хочется большой выиграть спасибо все пусть чуть-чуть скорой помощи поиграем пока ты другими играешь ты что ну не машины да увидишь не дает давай спасибо арсюша играй катай катай машинку как она катается ну опять шум что везет ну какой-то и у вас сеньку дает ага круто я более-менее пришла в себя хотя бурлочью ламбурщик но уже были бы нормально без чувства можно считать его а сегодня мы еще бы с ним случилось колесо сама давай троллейбус не рассказывает историю что с ним случилось давай послушаем на что я не знаю откуда и 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 Забирал людей, что дальше? Маша? Я сейчас поделюсь. Хорошо. Но вдруг он наехал на воду и побил и пустил крышетки. Ой, елки. И приехал, и приехал, и приехал. Значит автобус ехал, забирал людей, потом поехал, поехал. Наехал на что? На гвоздь. На гвоздь? Да. И что случилось? И пробил колесо. Ой, и пробил колесо. Хорошо. Надо переное накачать. Давай накачаем. Так, что я там говорила уже? Забыла с этими колесами пробитыми. Накачали колесо? Что теперь? Ой, смотри, что Арсений взял. Забери-ка у него кубик. Арсюша, отдай кубик Семе. Дай Семе кубик. Молодец. Спасибо. Достал на столку. И забери эти тоже фишки. Сеня, Сень, дай фишки Семе. Отдай Семе. Отдай Семе. Спасибо. Молодец. Так он же их там достанет. Надо было на подоконник. Ну уже ладно, что. Завтра мы пойдем в поликлинику. Я думаю, что Сема будет еще. Ко мне вон кто пришел. Повнимашкаться. Да? Еще один. Ай, Сема, очки. Ну, е-мое, господи. Умашечки мои. Да? Умашечки. Ай, Сема, ты как мне очки сломаешь точно. Придется ногу. Ты куда посел? Ну, Сем, осторожней. Осторожней. Это что происходит? У нас проходит день. Арсюшка поспал сегодня. У него какой-то короткий сон был. Поэтому будет еще второй. Я не знаю во сколько он у нас вляжется. Спать? Что случилось? Мама, я закончил. Молодец какой. Я пошла развешивать белье. А дети играют как всегда. Все, мы там что-то пазло перевозят. Сеня, кстати, что-то капризит. Хочет у меня быть на ручках постоянно. И вообще не схвазит с меня практически. Но у него так мы прорезались еще эти маляры верхние. Клык один вроде прорезался еще. Нижний второй. А вот маляры не лезут. Я хожу сейчас... Хорошо, продолжай. Продолжай тогда убирать сейчас. Я... Мама, дай спасение. Я раскладывала свои ткани. Получила весь заказ. Который ткань заказывала на Азоне. Там набралась себе полную корзину. Вся пересячина. Заказала... Четыре метра ткани. Это которое пришло. И еще три метра два. Не пришло мне. Потому что там... Господи, что? Ну заканчивай. Я к тебе не тороплю же. Слышал? Хорошо. Вот. Там был набор. Я хотела себе сшить свитшот. Но я еще перезакажу. Конечно же. Еще раз этот же набор. Потому что и цвет мне понравился. И цена была хорошая. Там было полтора метра футера с начесом. С начесом я не знаю. Кстати, возьмет мой пролок или нет. Но в целом, я думаю, что тоже. И кашкарсе должно было быть. Тоже сколько там сантиметров, не помню. Я, значит, получала ткани. Смотрю. Ну все вроде нормальные посылки. А тут, смотри, какая-то одна подозрительная. Я, кстати, обычно не проверяю на пункте выдачи ничего. А тут вижу пакет. Такой, знаете, зип-пакетик. Он был заклеен скотчем сверху. Как будто бы, знаете, как... Чтобы если его повредили, то было видно, что пакет вскрывали. И я, значит, смотрю на этот скотч и понимаю, что что-то не так. Пакет огромный, а кусок скари просто тряпкой там такая валяется. И все. Ну я подниму сейчас. В итоге я открываю пакет. Понимаю, что там нет большого отреза полутораметрового. И говорю, что я не буду принимать эту посылку. А мне говорят, почему? А я говорю, потому что она не полная здесь. Смотрите, какая тряпочка. Мне вообще сначала на пункте выдачи не поверила эта девушка. Она там говорит, нет, все же, вот такой же цвет, такая же ткань. Я говорю, женщина, тут нет этого отреза. Молодец какой. Господи. Ты что смотришь? Стоит тут, сытается беспондержки. Ой, ой, ой. Ой, мои булочки сладые. В итоге мне пришлось отказаться от этого отреза ткани. И надеяться, что в следующий раз я закажу и придет целый пакет невскрытый. Видимо, кто-то вытащил. И вот на пункте выдачи, кто принимал, не проверили или как-то не заметили этого. И вот так пришел мне такой наборчик, не очень. Оооо. Мураньё, маму. Кто мураньё? Кто маму ранил? Ты хохобулочка такая, а? Ты хохобулочка? Мы поставили кушать, готовиться. Мама, если ты меня сикотит, то это новый чипот. Типот становится, а с чекоток? Мама. Мои очки точно не доживут. Я хочу уже переходить обратно на линзы, потому что мне неудобно в очках, ввиду вот этих вот маленьких детенышей, которые то сеню у меня постоянно их пытаются снять. Сеню все постоянно пытаются снести меня, вместе с очками. Осторожней, господи. Да ёлки. Мама, рукой меня рукой. Мама. Мама. Как приятно. Мама. Мама. Ой. Я так тепло. А ты что плачешь? Что же к нам хочешь? Давай залазь. CJ давай ножками. Я вот ногами бегать, снимать, человать, убивать рукой. Ага. Хв Luftwebitt, хорошо. Все, ребятки, мы готовимся идти ложиться спать. Собираем все игрушки, введем их всю минуту в комнату. Машинки, которые они тут раскидали вдвоем. Теперь в два раза больше было бардака. Чистим зубки, идем ложиться спать. Нет, папа еще на работе. Ребятки, всем привет. Сегодня у нас пятница. Какой час? Время 3 часа почти. Мы сходили к терапевту, к педиатру. Все, мы выписали, все нормально. Но он уже два дня, только пару раз с утра покашляет. И все, горло нормальное, соплей нет, температуры нет. Поэтому мы его выписали, неделю подсиделись. Все, с понедельника в садик. Поехали, где я делаю? Ну, сейчас еще красный светофор. Сейчас идем на остановку. Погуляем возле нашего района, там, на площадках. А потом домой. Надо что-то опять кушать, готовить сегодня. Что-то это. Опять еда заканчивается. Удивительно. Я все еще не смонтировала влог. Но надеюсь, что сегодня я это сделаю. Издегружу. На счет ютуба сомневаюсь, потому что у меня ютуб на телефоне вообще не работает. Хотя сказали, вроде как, что разблокировали обратно. Ну, то есть приостановили приостановку. Но у меня почему-то стал тормозить. Хотя, когда была эта приостановка, у меня было все в порядке. Так, пойдем сейчас. Будет зеленый. Давай, папку. И экскаватор твой. Вот короче, когда у всех все тормозило, у меня все прекрасно работало. А сейчас у всех все, видимо, включила обратно, а у меня не работает. Но надеюсь, что с компасом будет. Мы пришли домой. Накормила всех детей. И мы зашли перед домом в Чижик. Взяла фарш. Сейчас быстренько пожарюсь морковкой с луком, со специями. Взяла Сеньке пюрешки вот такие. И вот я их смешиваю с каким-то гарниром. Ну, вообще, он, в принципе, кушает вместе с нами. Но иногда я ему просто даю гарнир, который у нас, и смешиваю с пюрешками. Взяла вот такую вот две. Одну он съел, а одну на запас оставлю. Потому что в таких случаях, когда домой прибегаешь, и нечего тебе готовить, они пока все еще спасают. Взяла две пюрешки. Ну, точнее, Сема взял два творожка. И взяла вот такие конфетки. Попробовала уже, не могу понять. На что они похожи. Неплохие конфетки, но не так, чтобы прям буду еще раз покупать. Просто что-то хотела завязать с чаем. Все, ребятки, я пошла готовить поскорей. А то хочется уже нормально поесть. А то мы пришли быстренько, перекусили. Все, мы там доел. То, что у нас было. Да, я осталась наполовину голодная. Я укладываю детей спать. Что у нас с этого мы включим? А, нет, я пошел. Блин, фокус пропал, потому что в темноте. Что, Сеня? Что, Сеня? Да я здесь. Все, мы попросим мальчики посмотреть перед сном пять минут, поэтому сидит, смотрит. Но я не могу. Не отглажена эта рубашка. Я не люблю одежду, которую нужно гладить, потому что она там криво выглядит. Вот. Он сейчас смотрит пять минут. Арсюша тут развлекается на горке. Я хотела заснять, как у нас Арсюшка уже стала хорошо ходить. Арсюша сейчас тоже... Ку-ку-ку. Вот так вот мы с ним спускаемся. Арсюша сейчас тоже пойдет спать. Сейчас сейчас Сережу дождемся. Все умоложу. Потом Арсюша. Осторожней ты, господи. Я хотела взять камеру, но не успела. Сенька так хорошо ходил. И мячик хватал и кидал. И бегал от мячиком тут. Прямо вообще за два дня он у нас начал так уходить. Он уже большую часть пытается ходить ножками именно. От дивана до кухни так вообще спокойно доходит. Ты куда, Арсеныш? Ты куда? О-о-о-о, скажи, на горку. Куда еще? Афа, садись. Пойдешь пешком? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, вставай. А где мячик-то твой? Где мячик? Каким ты? А, ты вот этим играл? Опа. Да е-мое, и все не в фокусе. Ну, мама снимает, скажи. Что за света? Что? Что? Дай. Не дам камеру. Нет. Пропадешь? Да. Оба. Покажи, как ты кидал. Ох, вот так вот кидал, да? Бах. Сейчас загрузит у меня. Арсюш, тихонечко. Бам. Вот этот хулиган просто бесконечно вот так вот делает. И я забиваю на бородак реально, потому что все равно сколько не перебирай, все будет раскидано, и ты просто зря прибираешься. Но у меня тут снова появились идеи. Надо будет завтра мужу их сообщить. У нас, видите, все на подоконнике. Это я все убирала от Арсюшиных ручек. Это то, что ему нельзя. Ну, вылазь. Не надо плакать, вылазь. С другой стороны попробуй. Вот тут все наверху. Но она тоже достает с легкостью. Ну, вот на стеллаже книги первые достает. Я вот хочу попросить Сережу прикрутить куда-нибудь нам полка. Что случилось? Не двигай стол. Иди сюда ползи. И куда-нибудь ее повесить. Скорее всего, вот на эту стену. Где горка? Ну ладно, что плакать-то? И перевесить сюда полку. Вот, Алю. С книгами. Тоже чуть повыше. Потому что у нас все раскидано потом. Валяется. А некоторые книги так еще и порваны. Да, Арсюша? И вообще в будущем вот на этом месте будет Арсюхина кроватка стоять. Через полгодика, надеюсь, нам удается переместиться. На, вот шарик. Да? Ну какой шарик? Все, сыночек, еще минутка и спать ложимся. Хорошо? Что, Сеня? Что? Ау. Ребят, у нас просто жизнь. Да? Нашел? Сегодня утро субботнее. Я на кухне. Правда, я проснулась опять с каким-то болезненным состоянием. У меня заложила нос. Ну не сильно, но так чуть-чуть. У меня опять заболело горло. У Сеньки сопли. И у него еще лезут пять зубов. Прям вообще очень веселая ночь еще была сегодня. Да, плохо. Сенька спал. И вот сейчас Сема тут искал какую-то машинку. Все еще не нашел. Сейчас Сережа тоже позавтракает. И будут они дальше продолжать искать. Я хочу когда-нибудь разобраться во всех игрушках, во всех этих поверхностях. Но пока у меня руки не доходят. Надо еще из кладовки опять все игрушки достать. Хочу все-таки рассортировать их как-то. Купить большие контейнеры, прям огромные. Чтобы в кладовку убирать. И складывать в кладовку, разделить машинки. У нас очень много похожих. Одну функцию выполняют. И как-то разделить. Большие, маленькие, средние. Чтобы все в одном контейнере были. И по очереди контейнеры доставать. Вот мы в мешках. Они у нас пока лежат. В мусорных пакетах огромных. Это не очень удобно. Еще, наверное, я хочу сюда прикупить эти контейнеры. Вот такие вот еще. И полки вот эти вот закрыть тоже. Полностью, чтобы весь стеллаж был в контейнерах. Я хотела, чтобы было открытое пространство. Но вот это вот открытое пространство превращается вот в такое замусоренное состояние. Поэтому нужно еще, думаю, контейнеров, коробов этих купить. Да, спасибо. И Сенины игрушки тоже сюда перенести. Это у них у нас сейчас как в зале. Там тепло в рот не попало. Тесно. Тесно? Я покормил уже твою ножку. Это коротко только Сеня кушает. Чеснокой. На столе. Я Сенат покормил уже носку. Все, убирай ножку. Тесно. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok